switch он всем привет друзья мы мы находимся в домодедово и мы вот прям сейчас в новосибирск вылетаем друзья давно нигде не были 15 лет хардкор с промо там будет рейв прям хардкор завтра будет натуральные я ческали никогда не был в новосибирске уверен вам понравится мне тоже все покажем по пляшем то секс со мной тут просто раздашь ты будешь до все да не показываю не надо вообще будет классно все до встречи в новосибирске Ну что, добро пожаловать получается? Да, добро пожаловать. А что ты не думаешь добро пожаловать? Ты местный? Пахнет Сибириумом. Пол второго дня. Тут так морозно, да? Морозничный наш. Как перелет перенесли? Прекрасно. Друзья, сейчас кинешь, погоди местный предъявится. Твою мать, блядь. Вот они ребята, вот они ребята. Здорово. Здорово, братишка. Карманный Ганс прибыл. Смотри, какая маленькая такая. Я сейчас хаку. Здорово. Здорово, вот это Женя. Вот они друзья. Харкор в 15 лет. 15 лет. Ебел, ебел. Все. Понял, все. Я тут огроменный нахуй. Эй, бандиты. Не нас ждете, не нас, блядь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Хорошо, микрофон вовремя достали. Да? Все, поехали, Женя. Заводи, поехали. Все. Все. Все, мы поехали. Мы стартуем в Новосибирск. Только что прилетели. Обалденно. Харткор Раш ТВ. Сегодня, Рэй, 15 лет. Вот эти парни что-то делают. Нас увозят. Номер запиши, блядь. Номер запиши. 15 килограмм пластинок. От пластинок почему отказались? Потому что очень возить тяжело. Это, блядь, я... Раньше мы встречали. Приматор привозит у нее сумку. Вот как у тебя в два раза, блядь. Тут он привез. Пиздец. Слушай, я ее в машину кладу. Вот я реально понимаю. Тяжело. Сумка тяжелая, как бы. Проблема. То есть реально. Ну это, блядь, не две флешки. Пацаны угоряют, говорит, этот. На хуй ты не стася, блядь, сумку и в нее она тащит. Блядь, взял бы две флешки. Где, блядь, удобнее было. Да, да. Вообще здесь такое вот. Блин, а можно это какую-нибудь купить себе домой? Я тебе подарю? Да? Да. Блин. Зафиксировано. Ну здесь хорошо, в этом месте всякая танцуха, техно, всякое такое. Я понял. Оооо, вот это пиздец. Это прям вообще... Бля, да нахуй ж танцуха, Люда. Это Людаши танцуха, нахуй. Бля, вот это реально уважаю. Я по-нашему, нахуй. Ребята, из Hardcore Spromo, Стасян и Снег организовали все это. Они качают 15 лет. Вот наконец-то и мы увидим. Друзья, конечно же, пригласили своих братишек с Новосибирска дать жары. И многие из них, друзья мои, будут играть на виниле сегодня. Сейчас посмотрим, покажем, что там как. Пойдемте найдем этот андеграунд по Новосибирске. Так, ну, вроде место уже нашли. Это радует. На самом деле прям пахнет андеграундом. Прям вот я смотрю уже тут. Ха-ха, кто-то деньги оставил. Вот так вот выглядит 100 долларов в Новосибирске. Они лежат просто на ручке, это андеграунд. Пойдем уже посмотрим саму локацию, как она выглядит, сколько там звука. Я подозреваю, что это, конечно, что-то очень андеграунд и нас ждет. Но, собственно, ради этого и приехали. Ну, что там? Кто-нибудь ждет меня? Ёлки-палки! Здорово, парни! А это Статсян сразу в движении. Как дела? Ребят, как здесь? Светительно, брат. Я добрался. Я добрался. Сколько лет вообще, сколько зима. Здесь ни одного дома маленького. Да ты маленький, потому что он. Карманный гад. Показывайте, где место. Пойдемте. Пойдемте. Что, как настроение? Подготовка? Звука сколько? Звука сколько? Страшно, страшно. А как называется это место? У него есть название? Это Escape to End of Escape. От пространства. Полезли. Полезли. Опа, опа. Друзья мои, ну вот здесь вот сегодня пройдет рыба. Ух ты, звука привезли. Нормально, нормально. Рядом со мной Женя, рядом со мной Стас. Эти два человека когда-то начали бомбить здесь хардкор-музыку, которую наверняка никто раньше не слышал. Ребят, вот сейчас прошло 15 лет, мы здесь сидим. Я вас никогда раньше не видел. Для меня это целая история здесь оказаться. Наверняка это целый путь. Как вообще вы прошли? Давай начнем, Жень, с тебя. Началось лет 15 назад, в марте месяце, когда в наш город привезли диджея промо. Там была техно-вечеринка, на которую я поехал. Насколько на тот момент я уже знал, что такое хардкор-сцена. Я уже года как два-три интересовался этой музыкой, но подобных по интересам в городе я людей так и не находил. И находясь на этой дискотеке, по соседству со мной оказались два парня, которые распивали алкоголь и чудом, не чудом, не чудом задели меня брызгами. Да, любимый твой момент. Короче говоря, обрызгали меня вискарем с колой, которая у них пошла через горло. После этого мы с ним познакомились, затусовались и сошлись по интересам. Анастасия услышал, что такое хардкор-музыка. Ну и решено было продвигать это дело дальше в жизнь. Нашли идейных людей по региону. В городе нашлась публика и где-то, наверное, уже через полгода мы сделали первую дискотеку. В декабре, по-моему, или в ноябре месяце. В общем, не важно, но довольно-таки через короткий период времени мы сделали первую дискотеку. И потом появилась молодежь, которая тоже начала интересоваться, опять же, хардкор-музыкой. Пошла вторая волна, серия дискотек, на которую мы уже были приглашены. Вступали, правильно? Да, то есть нас уже как старичков тогда приглашали. В Новосибирске или в это регион? В Новосибирске и в регион мы выезжали. Также мы, когда ребята из Томска, известный Frame of Mind, которые выпускались и ездили к J-Promo в Нидерланды, мы организовали автобус, ездили на выступление J-Promo в Томске, когда у него вышел альбом True Tones. Мы организовывали бас, ездили туда. Ну, как бы сами не играли, но были как приглашенной стороной все равно. Находились люди, которые могли предоставить мировое помещение, находились люди, которые могли поставить звук, просто привести это все время. И это делалось на основании типа, пацаны, давайте замутим, давайте замутим. Война не имеет. Да, и все. И на этом фоне как бы проводилось так, что совместными усилиями мы просто собирались в каком-нибудь гараже, ставили звук, привозили туда карманы, деки, если кто играл с винила. И даже с минимальной рекламой к нам приезжали ребята из Барнаула. То есть через систему сарафанного радио народ он собирался и приезжал, допустим, иногда автобусами. Один из наших больших самых ивентов было бомбоубежище. Это вот на шлюзах, когда... Ну это прям вообще нежданчик был на самом деле. Пятый, по-моему, хардкорпс, да. Пятый-пятый хардкорпс. Я так понял, что удалось начать познакомиться. Вы со Стасом познакомились. Ты обливал его виски. Так все было? Ты... Щелбан дал? Ты ему нет? Нет. Нет, не дал. Подружились, да? Классно. Да? Слушай, это здорово. А вообще хардкор спокойные люди, ты заметил? Вообще нет? Вот у нас вроде все агрессивные такие с виду, а вообще такие все прям спокойные были. Интеллигентные. Да, интеллигентные. Как ты вот это помнишь? Как ты с Женей познакомился? Какой черт ты вообще там оказался? Дурная компания. Когда, знаешь, я был молодым, я был скином. Я, может, сейчас тоже, у меня волосы не растут уже сколько времени. Короче, ситуация интересная. Ребятишки такие, говорят, а не хочешь пойти на дискотеку? Я говорю, что за дискотека? Говорит, ну рейв. Говорит, ну ты такое не любишь, говорит, тебе не понравится. Там техно, шмехно, все вот это вот. Я на полном иммунтировании. У меня, значит, ботинки. У меня там понтяжки. Фредпери, все как надо. Мы лысые. Приходим, короче, на дискотеку. А мне сразу сходу такие ребятишки говорят, а вы что, хардкорщики? А я такой, а вы как узнали? Говорит, вас наебали это писано. Вот. И такая интересная ситуация произошла, что ну мы стоим на входе, а мы молодые. То есть сколько мне там? 21, по-моему, год был. Что-то, может, постарше. Не припомню уже. Значит, классическая ситуация. Мы берем водяры. Берем… Да, 19-20, самый такой этот расцвет сил. И ситуация какая, на входе, на входе давка прям. Ну то есть это интересная локация. То есть ребятишки делали техно-рейвый бельчатник. И там, ну там классно было. То есть это андеграунд, это локация, которая находится за городом. И мы только приехали, стоим, ну и что надо делать. Там внутри-то непонятно, там бар дорого, мы уже молодые. Мы взяли с собой пузырь водяры, взяли колу. И стоим, чтобы охранники нас не видели, наливаем крючеводку в колу. Все шло хорошо. Потом такой, знаете, как с ментосом эффект произошел такой… И там он, да? Да, да, да. И он такой большой. И такой мокрый. Женя, снег недоволен. Могут и дать, короче, люлей. Вот. И я такой думаю… У меня братишка начинает, слава, однорукий кстати, привет тебе она. Начинается разговор за индастриал. За индастриал, за нойс музыку, за всякую EBM музыку. И начинается… Муслимгал, кстати, вот. Обожаю такое. И совершенно случайно дошла речь за хардкор. внезапно на этой дискотеке еще для меня был открытый первый настоящий рейф и привезли диджея промо ты представляешь из голландии да мы где-то представляешь наш мурашки по коже мне повезло что уже не уже были знакомые москали как вы вот ребятишки да и они ему давали музыку достать музыку в 2006 году было практически продавался это интернет еще не было высокоскоростным не было социальных сетей еще и но музыку было достать просто сложно момент обмена был очень интересным есть москве один такой интересный человечек рафнек солдер ну его зовут вот вова его зовут вова большой тебе привет и большое спасибо за вклад в хардкор сибири прямо это вообще мы значит обменивались материалом я ему отсылал по почте россии диски с драм-н-вейсом который брал у местных диджеев со свежим материалом но мне присылал тандер дом и там последние релизы там катска на их от тренд там вот это все да вот то что как бы у вас было в объеме и как бы то что имели мы ну в принципе как бы на взаиморасчете мы производили обмен течение нескольких лет соответственно как бы путем вот этого накопления материала я и начал интересоваться хардкор музыкой но потом уже стасян как бы путем то что я начал начал делиться материалом с ним и соответственно он уже начал вникать вот в эту всю другую смотри интерес ситуация была бы когда только начинали но это соответственно что было это mp3 были там сидюки там диски и был момент такой прикольный что я как бы давным-давно в интернете уже сижу да я нашел ребятишек с габбер mp3.org ребят давайте им хостинг предоставлю под репьё под репочки и вы мне будете закачивать и прикольно было то что ребята на мой ftp-сервер ежегодно заливали 2000 мать его релизов просто в год и я такой выбирал такой 5 процентов самого классных естественно но мы как бы это еще те ребята мы умом умом и сообразительность но короче нет одни долго этот лавочка просуществовала это все нелегально покупайте ребята контент став и наши друзья из паутины сказали что чувак если ты хочешь чтобы мы тебя звали приглашали ты став и легализуй яду а зачем мне покупать цифру а вдруг флешка сгореть диски потеряются жесткий диск наебнется простить меня за выражение а покупай веню и отгу нифига чё так можно было хардкор на виниле причем на тот момент как бы все гимны анзема да вот фестивали они выходили только на виниле и если кто-то играет гимн и у него нет в виниловых вертушек рядом то он просто своровал эту песню как бы да 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 половина лайн-апа у нас играет на виниле он по ребятишке то есть как бы это и старая школа это фанатик он будет играть рейв гимны два моих больших друга слова сайлент и хэдби они тоже будут бы к тубак играть винил старошкольный хардкор и кей слушайте но на самом деле вот мы поговорили о прошлом но реально прошлое вот интересно это вот то чего все начиналось а вообще вы в жизни но общаетесь дружки я не знаю что вас помимо музыки может быть объединяет спорт может быть общие друзья как сказать насчет дружбы музыка на связала вот да да тип типа того то есть но все те кто к нам ходят они были раньше они есть сейчас все равно и все эти люди они все наши друзья то есть когда прогуливаемся общаемся там в общих чатах там снимаем общие видосики то есть там без проблем и у нас вот есть молодая школа которая сколотила свою комьюнити сибириан габберс да они у них в этот в этом году они делали первую вечеринку на которой мы играли стрейчки x тоже довольно таки неплохо по народу было то есть здесь уже в принципе у людей складывается отношение такое ровное на серьезной культуре когда человек интересуется культурой танца то есть он начинает разучивать хаку он начинает одеваться то есть тут уже имеется качество такое прям по хардкору то есть это не просто слушаешь там и стоишь там вот так вот просто трясешься там по 250 гпм на эти долги да да эти люди уже пытаются соответствовать по культуре ваться танцевать правильно под это одеваться под это правильно прям в это большой скачок хардкор музыки который не может не радовать принципе нас по однажды послушал хороший звук да и прямую бочку так чтобы тебя басочек то продавливал грудочок после этого но невозможно не влюбиться это просто некоторые молодые ребятишки они слышали где-то но может быть на наших даже дискотя где-то еще кто еще кроме нас да да ну в интернете да можно на это совершенно не только когда ты слушаешь этого наушника просто у вас вы большинства людей и звука то хорошего ни разу не было и мы стараемся культура именно хорошего за он систем хорошего sound мне нравится то что у вас формировался какой-то костяк ребят который постоянно ходят делаешь ты рекламу не делаешь рекламу 1 эта площадка другая площадка много звука звука будет либо там просто какой-то между собой приходят ребятишки им нравится они танцуют они поддерживают своим присутствием есть такие ребята которые на каждую дискотеку ходят ещё в это не делали, каждый божий день. И мне нравится, что за эти 15 лет были и затища, когда приходило 30 человек, например, и большие вечеринки до 350 человек было. Осталась такая тема интересная, это вспомнить пятый хардкорпс. Мы побывали с Женей Снегой на диджее промо, на заброшке. У нас, к сожалению, первая заброшка отменилась, потому что мы сделали завод буквально за три дня до мероприятия. Нам говорят, все, ребят, мы вам отказываем помещение. Мы, к сожалению, не смогли никакое найти. Такое расстройство, что ли, было. Я так старался, ничего не получилось. Я такой, стоит ли вообще дальше делать-то? Я такой, ну надо что-то делать. Мы начали с маленького клуба, ребята построили клубешников, решились строго на андеграунд нацеливаться. Мы сделали первую вечеринку, вторую, третью. Народ ходит, четвертую. Мы прям сделали там в центре гола. Позвали уже диджея Лимона тогда, вот стало классно у нас получат. Я думаю, а давайте как попробуем повторить вот этот тот самый индастриал рейв, да, когда у тебя заброшенная промзона, все, как бы ничего там нет, кроме того, что арматуры торчат, там бетон, и вместо машины у тебя пыль из-под топота копыт, да, получается. Было решено по классике жанра остальных рейвов Драндебасова сделать автобусы от цирка, место секретное, не скажем, куда повезем. У нас классный был лайнап, причем интересно было, что мы, наконец-то, вот здесь будет стоять 18 кВт звука, мы тогда сделали 10 кВт прям. Для Новосибирска это было классно, причем я думал, что чтобы сделать классную дискотеку, одним хардкором сыт как бы не будешь, что-то не придет больше сотни человек, если просто этих хардкорщиков нет. Контролируем все постановку звука, все, привоз гостей, потому что люди, которые подъезжали раньше, там саппорт из Томска приезжал, с Барнаула, то есть ребята пораньше, вот, то есть все это контролировали на местах, и тут отзваниваются люди, которых мы просили на автобусах в центре города. Все говорят, типа, что, ребят, ну, два автобуса больших, что-то как-то это, маловато тут народу, на четыре автобуса. Я, значит, внутри, мы поставили звук, там помещение, там большая такая, спуск по лестнице, и мне звонят с автобусов 19 декабря, как сейчас помню, и температура-то такая, там минус 30 градусов на улице, мы стоим автобусы, за пять минут до автобуса, мне говорят, Стасян, ну никого нету, вообще ни единой души, я такой, да быть не может, а как, у меня, у меня начинается мандраж, мы там звук поставили, пульты, там все, площадку оборудовали, я такой, перезванечить пять минут, Стасян говорит, у нас два полных автобуса биткома, откуда они, говорит, вообще не подевались, и самое неожиданное для меня было, то есть я стою на билетах, на входе идет народ, один, два, три, первый десяток, второй, третий, пятый, седьмой, десятый, я такой, да куда вы, ребята, прете-то? По итогу у нас было порядка 350 человек, и самое классное, что на хардкоре, на главном танцполе, где очень громко, на тот момент для меня это было громко, там четыре человека пляшут, зато все, как сардинки, возле бара набитые, слушают даб-степ, джангл этот, то есть мы народа завонили, да, дали, короче, ребятам, которые ни разу хардкор не слышали, просто его пойти послушать, народ начал так позаглядывать, позаглядывать, что там за ширма, что там за ширма, что за долбилого, и все, я где-то, наверное, часам к четырем, но, как уже потом, ребята, которые снимали ролик, независимо, на нашей дискотеке, то и просто было показано, что где-то в районе четырех или пяти часов, там просто на майне вот так вот, вот, и это прям был один из успешных хардкорсов, прям в удовольствие, прям кайповое, да. Итак, на самом деле, это было офигенное такое интервью с ребятами, кто делает хардкорс Сибирь уже 15 лет, Женя, Стас, друзья мои, спасибо, сегодня вы покажете, как это все на самом деле на деле, а не на словах, 15 лет хардкорс, это был хардкор ТВ, я Ганс, увидимся. Короче, ребят, это утро, время, 7 утра по новосибирскому времени, вот здесь вот самые выжившие сидят, в принципе, тусы еще час идет, музыка хорошая, Женя выдал такую жару, давай спросим вообще, хочешь узнать, как там прошло, хочешь, хочешь, давай спросим у кого-нибудь, давай, 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 Жень, слушай, вот мы сейчас вышли с твоего сета, эти тоже вышли все, ты понял, да, всем понравилось, все вышли. Вот это тоже вышло. Да, как дела, ребят, вот Леха из Питера, писай-то где же, и вот Женя Снег, ну как дела вообще? А Леха, ну? Ну мы, конечно, не ожидали, что, на самом деле, как дома, да. Мы на самом деле не ожидали, что народ прям столько будет, прям пришел. Пришел народ на пати, очень приятно, спасибо. И старые, новые люди были, да. И ты пришел? Я случайно, я, блядь, летел, я летел во Владивосток, и, блядь, случайно оказался здесь, чтобы все так случайно, блядь, жили. Жень, ну а ты мне скажи, вот на твой взгляд, у тебя удачный свет сегодня был? Вот ты ждал то, что, потому что там такая прям хорошая музыка, я там, честно говоря, пропотелся. Всегда, каждый раз, когда что-то делаешь, в конце думаешь, что я бы немножко переделал, я бы немножко подправил, ну... То есть ты хочешь сказать о том, что скоро переделаешь, и все соберутся послушать то, что ты подправил? Нет, каждый раз у меня всегда, всегда новая. Не переигрываю никогда, треки всегда новые идут. Как туса? Привет, все, что я хочу сказать, это тусовка, ништяк. Отлично, отлично, крутая тусовка. Хардкор Аша, приходите на Хардкор. Охуенно. Супер, спасибо, что приехали, заценили сибирский уровень рейва. Очень рады были вас видеть. Кто тебе больше всех понравился? Ты, конечно. Пушка, все пушка. Бочка, бочка. Атмосфера прекрасная. Плясали вы сегодня или как? Мы все плясали, конечно, зачем мы еще пришли. Новосип любит жизнь, вот, все круто. Новосип любит жизнь, согласен. Вообще, очень любит. Пришел вовремя, когда начали играть нормальный хардкор, и я ничего не пропустил. Больше всего мне понравилась аутодав, и это событие, которое сегодня случилось, оно действительно запомнится надолго, потому что этот звук качественный, эта атмосфера, и вообще люди все сделали для того, чтобы это мероприятие состоялось. Больше, чем залезть на бабу? Я люблю хардкор Габу. Чем больше спидкора, тем больше спидкора, я вот так скажу. Мы играли с Серегой Лимоном, играли хардстайл, короче, самый, а он устал и немножечко пошел поспать, вот. А за Уралом это самый лучший хардстайл по Сибири, это очень круто, очень классно. Вообще, поверьте, ребята. Мы приехали и разнесли местный мошпит, Новокузнецкий, Габер Десант, приехали, все тут растоптали. Все понравилось. Ну, какая музыка понравилась больше всего? Особенно Астасиан. Астасиан? Да, убил всех. Я думаю, ребята сами подписут. Вот такой вот подгон от Hardcore Rush TV. Обалденные парни. Спасибо вам большое, что приехали. Ну что ж, вот, друзья мои. Четвертое сентября было вчера. Классно. Ну что ж, осталось пару, пару человек, кто не поставил автограф. Ребята поставят попозже. Это был Hardcore Rush TV. Спасибо Жене. Спасибо Стасу. Спасибо Hardcore Promo. Я надеюсь, вам зашел ролик, который мы для вас подготовили. Давай, Новосибирск!